Дмитрий Егорченков, Никита Данюк Котик, как я люблю тебя называть Мы очень рады, что ты наконец вернулся Очень рада твоя аудитория, в том числе дружеская и братская аудитория Метаметрики Товарищ, он нашелся, он заговорил Я вас неотвратимо приветствую, друзья мои Если бы вы знали, как я рад снова оказаться у вас в гостях Эх, если бы вы знали Ну что же, предлагаю начать разбирать нашу реальность Вот эту, да, которую только что мы все обсудили Не только информационную И начать с темы, которая чем дальше и чем ближе мы к зиме Тем больше всех интересует Вопросы энергетики, европейской энергетики Влияние России на европейскую энергетику Вопрос следующий Сколько, на твой взгляд, будет стоить Европе Независимость от российской энергии, от российского газа То самое, о чем они так долго говорили, о чем мечтали И вот, собственно, это у них началось А я не буду тянуть Собчак за вымя Это сегодня не в тренде И без прелюдий сразу же отвечу на первый же ваш вопрос Свобода от российских ресурсов для европейцев будет стоить очень дорого Я бы даже сказал, дорого до неприличия Это примерно то же самое, как если бы вы привели девушку в ресторан Заказали порционных судачков а-ля натюрель А вас накормили бы селедкой под шубой И взяли бы за это, как за 100 грамм алмазной икры Если кто не знает, это икра белука альбиносов И несут ее они, только достигнув 60-летнего возраста А то и старше Жители Бельгии, к примеру, как и жители Германии Уже начали подавать на свои власти в суд Вы спросите, за что? А я отвечу, за загрязнение воздуха Потому что европейская промышленность вновь переходит на уголь Газ нынче нужно еще заслужить А уголь везут прямиком из Австралии А австралийский уголь очень плохо горит Если верить польским фермерам И очень хорошо дымит, если верить им же Хваленая европейская зеленая энергетика При этом почему-то куда-то срочно отлучилась В Латвии уже приступили к сезонному спилу деревянных скамеек На автобусных остановках На дрова Европейские профсоюзы уже предупредили свои правительства Что в случае полного отказа от российского алюминия Европейская промышленность вернется к своим истокам То есть к плугу, к серпу, к молоту и наковальне Без российских сельскохозяйственных ресурсов Европейцы уже продвигают широкие массы еду из насекомых И в срочном порядке налаживают производство продуктов питания Из морских водорослей Да, водорослей Про электричество торжественно промолчим Чтобы не усугублять расстройство нервной системы европейцев Которые уже начали получать новые счета за коммунальные услуги Молдавские же, к примеру, министры инфраструктуры Даже не в курсе, по какой цене они покупают электричество Я думаю, что такая же проблема не только у молдавских министров Ну и вишенка на европейском круассане Затраты ЕС по защите своих же потребителей От своих же антироссийских санкций Уже превысили 500 миллиардов евро И достигнут 1 триллиона евро к концу года И это не мои слова А слова людей, знакомых с калькулятором и цифрами Которых в простонародье называют экономисты И это европейские экономисты Не литовские И даже, прости господи, не естонские А именно европейские Котик, ты как видимый боец информационного фронта Знаешь, как работает информационное пространство Удивительным образом умудряешься озвучивать свои тезисы Смыслы и нарративы Избегая периодически блокировки Ютьюба И других альтернативных площадок За это тебе огромный респект Но у некоторых наших товарищей так хорошо не получается Не обязательно товарищей, а в целом людей известных Сейчас я чуть не вздрогнул, я просто знаю сценарий Да, недавний скандал с Антоном Красовским Который позволил себе в эфире Очень, на мой взгляд Ничего, что неправильно Ужасные высказывания Что с твоей точки зрения это было? Информационная диверсия? Человек отрабатывал вражескую пропаганду и повесточку? Либо действительно Антона занесло И все, что нам остается, это понять и простить С Антоном Красовским все настолько сложно, что проще некуда А когда проще некуда, то становится скучно и очевидно Но, хочу напомнить, что в истории Красовского много Но и если Много выступлений на Эх Москвы, а потом выступлений на Арти Но это лирика Я вам процитирую Антона Красовского от 14-го 14 ноября сего года Часть, конечно Весь его пост целиком вы можете прочесть в его телеграм-канале Итак, Россия, страна моего народа Страна, за которую не стыдно умереть без промедления Потому что нет стыда за Россию Радостна лишь от того, что Россия все переживет Всех нас пересилит Россия, которая ни в чем не повинна Которой не за что стыдиться Не от чего страдать На этом закончу Россия, по мнению Антона, ни в чем не повинна И России не за что стыдиться Однако, ранее Антон говорил несколько другие вещи В частности, что мы, россияне Одурели от своей огромности И, внимание, не можем признать собственной ничтожности А теперь вопрос Где Антон Красовский настоящий? Настоящий Где у него Россия ни в чем не повинна И ей не за что стыдиться Или где Россия огромна и ничтожна Поэтому занесло Антона или эта диверсия Надеюсь, первое Я стал, знаете ли, сентиментальным Поэтому бог ему судья Таких я называю турбопатриотами Сломается турбина, кончится и патриотизм Если вы понимаете, о чем я Перенесемся в Молдову Скажи мне, пожалуйста Как ты считаешь У нынешнего руководства Молдова Вот у Санду, Гаврилицы и так далее Есть ли шанс вывернуться из тех Сложных внутриполитических обстоятельств В которых они сейчас по объективным причинам И благодаря собственным заслугам Эффемизмам, скажу Оказались? Или все-таки действительно Молдову ждет очередной этап Карнавальной революции Которой так много и активно Рассказывали наши товарищи Армен Гаспарян и Алексей Мартынов Вот какое твое мнение? Я бы сказал так Молдова сейчас стоит больше на пороге зимы Чем войны или революции Хотя вместе с зимой и энергетическим кризисом Может прийти и конец Санду Политически, естественно Молдавские власти говорят своим жителям Что за тепло и электроэнергию Они будут отдавать до 65 65% от своих доходов Именно поэтому, именно сейчас На пороге зимы Призывы о немедленном вступлении в ЕС прекратились А премьер-министр Молдовы Наташа Гаврилица Прямо вот так и говорит Что Молдове на данный момент Выгодно находиться в СНГ Я даже ее процитирую Республика, сказала Наташа Присоединилась к тем документам Которые благоприятны или выгодны Для граждан, для страны В частности, речь идет Об экономическом секторе и торговле Вот так сказала Наташа Так что Санду и Гаврилице На сегодня выгодно Видите ли Присоединяться к тем документам Которые благоприятны и выгодны Я, кстати, даже не сомневаюсь Что ни Санду, ни Гаврилица Понятия не имеют Что Молдова не является Полноправным членом СНГ Потому как не подписывала Устав организации И не проводила процесс его ратификации Эти две дамы вообще мало о чем знают Премьер Гаврилица, к примеру Понятия не имеет По какой цене ее страна закупает электроэнергию По ее же словам О цене она узнает только на следующий день После расчетов Да То же самое и с газом Часть молдавского газа от Газпрома воруют Кто бы и сомневался Украинские шоумены во главе с пианистом Володей Часть российского газа покупается реверсом из Болгарии Чуть-чуть отщипывают у Польши В общем, две девочки-руководительницы Крутятся как могут И даже призывают к помощи Европы Потому что без помощи Европы Как клянутся эти две девочки Молдавию ждет зимой Энергетический шок Именно поэтому Молдавия прекратила публиковать В открытом доступе информацию о перетоках электроэнергии По рекомендации украинских партнеров Естественно Они в этом деле мастера Ибо жители южных регионов Украины Только сейчас начали узнавать Что предназначенное для них электричество Плавно перетекает на запад страны Поэтому начавшиеся протесты в Молдавии Будут только разрастаться На митинги за отставку правительства Начинают выходить даже те люди Которые представить себя не могли В роли митингующих Сегодня вышли Выходим сейчас с людьми К прокуратуре Для того чтобы прокуроры Занялись непосредственно своим делом Чтобы открылись иски Против власти Против президента Думаю что никаких боевых действий Санду начать не успеет А по природным данным заложенным в ее голове И не сможет Не сумеет Она поставлена для другого Для уничтожения экономики страны И с этим она справляется превосходно Ей для этого даже не нужны профессиональные навыки Хватает тех самых природных данных Заложенных Вернее не заложенных в ее голове Будем смотреть Зима все расставит по местам А уж весна точно покажет Кто и где гадил зимой Котик я очень люблю спрашивать тебя Про либерадрилов В том числе про российских либерадрилов Скажи пожалуйста Как вот на твой взгляд Ведет по истечении уже почти что года Специально военной операции Российская несистемная оппозиция Ведь они ведут себя достаточно бодро Вон собираются в Вильнюсе Опять топят за свободную Россию без Путина Навальный вот проявляет активность Ходорковский заявляет о своих политических амбициях Как думаешь придут ребята к успеху? Российская несистемная оппозиция Я бы наверное уже перестал употреблять В отношении всех этих персонажей Такой термин Ибо от российского У них ничего не осталось Да и сами они Россию видели в последний раз Много-много лет назад Не все конечно Но большинство Форум свободной России в Литве К примеру Превратился в съезд правительства в изгнании Ни для кого не секрет Что они там уже назначили себя президентами Министрами обороны Экономики И даже не к ночь будет сказано Сельского хозяйства Сейчас для них открываются новые горизонты Некоторых из них возможно пригласят для выступления на Мюхенской конференции по безопасности Что они могут там наговорить я мало представляю Хотя можно пофантазировать Ходорковский к примеру сейчас призывает россиян к митингам с насильственным свержением власти Илья Пономарев видимо долго общался с убитым трижды Аркадием Бабченко Вследствие чего сегодня он грозится зайти в Кремль с автоматом Калашникова Или с пулеметом Я точно не помню Гозман в твиттере уже не знает чего бы ему написать И поэтому пишет просто и коротко Слава Украине Латынина и Фельгенгауэр Их я цитировать даже не стану Потому как сам не могу понять Что они имеют ввиду когда о чем-то говорят Поражает меня только одно Все эти люди когда-то жили с нами в одной стране А теперь Гарри Каспаров к примеру Уверяет что по российским военным базам Просто необходимо ударить всеми видами оружия Дабы с этих баз не взлетали ракеты в сторону Украины Все ведущие бывшего эхо Москвы включая Альбац Разом стали нетерпимы ко всему русскому Как они все это время жили в России ума не приложу Та же Тамара Эйдельман Заслуженный учитель Российской Федерации Причем многие из них продолжают зарабатывать деньги в России Онлайн курсы, продажи литературы, спектакли и творческие вечера Кстати все это очень быстро и эффективно пресекается Я имею ввиду могло бы пресекаться Но почему-то это не делается Это уже вопрос к другим людям и министерствам Тоже министерство культуры не даст соурать Ну и в этой связи конечно в прямой связочке Мой следующий вопрос Алексей Навальный находится известно где И занят тоже известно чем Простите Бывает Он в последнее время действительно начал делать заявления Такие громкие достаточно В том числе в отношении российской власти вновь Как ты считаешь Это как-то он по доброте своей душевной Или все-таки это отработка очередной волны грантовой Которая на его структуры пришла На структуры его подельников Находящихся ныне за границами Российской Федерации Есть ли здесь на твой взгляд какой-то вот финансовый след Навальный это уже прошлый век Отработанный для запада материал О чем кстати его много раз предупреждали Но они же оппозиционеры-революционеры На каком-то непонятном основании полагают Вернее полагали Что они неприкасаемые Именно полагали до поры до времени Ибо на сегодняшний день Их всех сдуло легким порывом ветра из России И выглядят они сейчас в Европах настолько жалко Что у меня иногда возникает желание Отправить им гуманитарную помощь Ну чебуреков там просроченной шаурмы Они вынуждены говорить о России Такие вещи которые не придут в голову Даже самим европейцам А потому что нужно на что-то жить И Навальный не исключение Его дочери нужно обучаться Жене одеваться и развлекаться А деньги на их содержание Навальный отрабатывает на отлично И будет отрабатывать У него выхода другого нет Наговорил он уже на очень хороший срок И продолжает говорить Возможно он рассчитывает при смене власти в России Выйти на волю Возможно Через адвокатов ему это пообещали кураторы и спонсоры И есть одна только неувязочка Власть в России пока меняться не собирается А когда соберется Сто процентов в новой власти Никого из хороших знакомых Навального не окажется Выйти из тюрьмы досрочно он вероятно все-таки сможет Когда-нибудь По состоянию здоровья например Когда начнет ходить под себя Но для этого ему нужно как минимум Начать ходить под себя Котик скажи пожалуйста А что у нас с Белоруссией? Мы все ближе к созданию по-настоящему союзного государства России Белоруссии в 2022 году И на твой взгляд Батька Лукашенко Он точно уже навсегда окончательно с Путиным, с Москвой и с Россией Либо его многовекторная политика еще может вернуться Я все-таки не думаю, что Россия и Белоруссия станут единой страной По крайней мере в ближайшее время А вот союзное государство Думаю, что на сегодня Белоруссия Это единственный настоящий союзник России И на государственном уровне И на уровне поддержки друг друга простыми людьми Многие в России непонятно почему Ожидают от Лукашенко каких-то особенных действий Особых признаний в любви к России Особых расшаркиваний и прочего Но Александр Григорьевич Президент своей суверенной страны И в роли союзника России он и так зашел очень глубоко и далеко Вот то, что я сказал, что о сплоченности и солидарности Ну поверьте, это меньше надо Белоруссии Мы как-нибудь солидаризируемся Мы уже это продемонстрировали В это непростое время Это больше надо вам Поэтому не надо сегодня рассуждать Что вот там кто-то победит, не победит В Украине ОДКБ развалится Если ОДКБ развалится Это просто все будет Для Кыргызстана, Таджикистана Да и для Казахстана Больше трагедии, чем Белоруссия На сегодняшний день Белоруссия, по моему мнению Единственная страна из всех участников ОДКБ На кого Россия может полностью положиться Ну а единая страна было бы неплохо Но как вы понимаете, совсем хорошо Это уже перебор Всему, наверное, свое время Может быть, когда-нибудь Если вы понимаете, о чем я Ну что, теперь к вопросам внутренним Побольше перейдем Я думаю, можем какие-то большие тоже Смыслы последнего времени обсудить Вот как ты считаешь, котик От базовой готовности до военного положения Как, на твой взгляд, в этой конфигурации Изменится жизнь и страны в целом И отдельных российских регионов Заметны ли эти для тебя изменения В данный конкретный момент времени Или все-таки для того, чтобы мы их увидели Потребуется какое-то Значительное, может быть, время А жизнь российских регионов уже изменилась Жизнь всей России изменилась Если опустить А мы опустим И не будем обращать внимание На отдельные провокационные визги Отдельных граждан То жизнь всей России изменилась В первую очередь ментально И хотя нет никакого военного положения А у многих людей Это самое военное положение в головах Но это не страх Нет, ни в коем случае Я о другом Люди, как могут, помогают нашим бойцам на передовой Кратно увеличилось количество волонтеров Люди едут на Донбасс с гуманитарной помощью А кто не едет, передает ее с теми, кто едет С началом СВО, если вы заметили Были многочисленные случаи Надругательств над символом Z Срывали плакаты Гадили у вечных огней Много было таких скандалов Все это потихоньку прекратилось Опять же, если не брать во внимание Отдельные случаи С отдельно взятыми психически нездоровыми людьми И провокаторами Естественно, я не буду заниматься шапкозакидательством И турбопатриотизмом И отрицать, что нет затихарившихся Нет ждунов Нет перевертышей Есть! Но я общаюсь и взаимодействую Совсем с другими людьми И поэтому стараюсь их не замечать Совсем других людей Тех, с которыми я общаюсь Их подавляющее большинство, поверьте Котик, важный вопрос Мобилизация Частичная мобилизация Как, на твой взгляд, она проходила Проходила и проходит в нашей стране Ведь мы неоднократно видели примеры Абсолютно бездумной мобилизации на Украине Можно ли сказать, что российская армия И в целом государственные институты С этой мобилизацией справились? Как ты считаешь, возможно ли после частичной мобилизации Мобилизация полномасштабна? Частичная мобилизация закончена И теперь можно спокойно Без нервов и вырывания волос Посмотреть на итоги А итоги такие, что закончилась она в срок Без паники и истерик Кто-то скажет А как же массово поехавшие от мобилизации К примеру, в Казахстан? Так это, скажу вам, как родным побежали те Кто еще совсем недавно из Казахстана и приехал Перебрался в Россию Они даже еще не успели получить Российских загранпаспортов И поэтому сначала массово побежали в миграционные отделения За оформлением документов Итак, многие из мобилизованных уже в зоне СВО Но только те, кто прошел обучение на российских полигонах Остальные до сих пор тренируются Полигонов много От Новосибирска до Ставрополья Естественно, появлялись и провокационные ролики С якобы мобилизованными Которым вдруг не выдали обмундирование Бронежилеты или рулоны туалетной бумаги То, что эти ролики постановочные Уже многократно доказано Как и слезливые ролики от якобы союза солдатских жен и матерей Я прекрасно знаю, кто координирует эти якобы союзы Тетя это в международном розыске И отсиживается нынче в Латвии Имени называть не буду Она этого не заслуживает Поэтому все российские регионы План по количеству мобилизованных успешно выполнили В отличие от той же Украины Где заметают всех подряд Даже инвалидов Кстати, многих моих знакомых не взяли на службу Именно по причине непрохождения медкомиссии Так что мобилизовали только здоровых парней На Украине, кстати, гребут всех подряд исключительно в русскоязычных регионах Западенцев пока стараются шибко не трогать Берегут цвет нации Хотя я не знаю, сберегут ли там на их цвет нации Уже давно свои виды у поляков Тоже вопрос, который многих сегодня беспокоит Вопрос перевода российской экономики на военные рельсы Создание Госкомитета обороны Или какого-то его аналога Вот как ты считаешь, наступила ли Россия уже на эти военные рельсы? Давай я тебя так спрошу По-смодерниски Я не экономист, но думаю, что военно-промышленный комплекс И до начала СВО неплохо поработал И работает Сейчас тем более Как сказал Дмитрий Анатольевич Медведев Посещает цех по производству ракет Их ракет хватит на всех Не во всех сферах вначале было гладко Это да, как, например, с беспилотниками Но эта проблема решается успешно Ланцеты не дадут соврать Для людей же самое главное Что экономический курс государства не перестал быть социальным Программы работают Материнский капитал увеличивается Выплаты мобилизованным идут А на днях президент России призвал и частные компании К помощи в производстве вещей для нужд армии Снаряжение, специальные средства Другое специальное оборудование Должны быть не просто в наличии Они должны быть современными, удобными и эффективными И по каждому направлению Должен быть определен четкий, конкретный план работы Кстати говоря, и производители должны Многие делают это, я знаю Непосредственно на месте получать обратную связь С тем, что они делают И какой эффект это оказывает На реальную жизнь в той или другой сфере В зоне СВО есть и банные передвижные комплексы Где солдаты могут помыться и постираться И было обещано решить возникающие вопросы с горячим питанием Помогают чем могут и простые люди И бизнесмены организуют доставку законсервированной еды Вплоть до борща Собирают и передают теплые вещи Считаю, считаю, что это необходимо И совершенно нормально Даже если и Министерство обороны Обеспечивает бойцов всем необходимым Как я уже говорил, это Великая отечественная специальная военная операция И люди наравне с государством Считают своим долгом Внести свою лепту в общее дело Котик, тебе вопрос, как в том числе эксперту по постсоветскому пространству В 2023 году в СНГ будет объявлен год русского языка И многие страны, в том числе Центральной Азии Наши ближайшие соседи Действительно готовы пойти против своих националистов И отстаивать интересы русскоязычного населения И русского языка Либо это ограничится всего лишь протокольными какими-то мероприятиями А на самом деле провокации в отношении русских людей Русскоговорящих людей И русского языка в системе образования будут продолжаться Ну, провокации уже начались В парламенте Киргизии, например Где спикер Нурланбек Шакиев возмутился тем Что многие районы Бишкека Носят советские, а равно русские названия Возмутился и под аплодисменты заседающих парламентариев Призвал их в срочном порядке переименовать В Бишкеке мне доводилось бывать Правда, тогда он еще назывался Фрунзе Красивейший зеленый город Где построено множество красивейших домов советскими строителями Поэтому и названия эти районы носят советские Если взять, к примеру, Молдавию А она тоже как бы страна-член СНГ То здесь и говорить становится не о чем Причем, что самое интересное Простые люди в Молдавии к России в большинстве своем относятся вроде бы хорошо Но, опять же, нюансы Как-то же эти простые люди выбрали себе такое недоразумение, как Майя Санду Может быть, по логике их вовсе и не большинство В любом случае, в странах СНГ пройдут какие-то мероприятия Выставки, это не будет лишним Будут ли еще провокации? Не знаю Надеюсь, что нет Она, как известно, надежда умирает последней Хотя считаю, что все эти объявления Носят чисто символический характер 2003 год в России, скажем, был объявлен годом Казахстана 2007 годом Армении Как это ни печально, но события на Украине, которые продолжаются с февраля месяца Очень плотным образом связаны с темой секса и сексуального насилия Как ни странно, у наших западных партнеров прежде всего Женщины-солдаты идут Они ведь пострашнее воинов с Виагрой будут Во всяком случае для лишко подобных Ведь западные новости трубят Что представители, представительницы, наверное, прекрасной половины армии Коллективно насилуют геев Страшное дело Запад, он вообще такой изобретательный Да вот все у них как-то ниже пояса Какую новость не возьми Один из представителей Организации Объединенных Наций заявил о том, что Фактически политикой России является обеспечение российской армии Виагрой Для совершения сексуального насилия на территории Украины Военная стратегия русская Я прям вижу эту картину просто маслом Товарищ сержант, товарищ сержант, я не могу Вот тебе Виагра Ну вот что ты думаешь по поводу использования этой темы Для вот какой-то очередной попытки шельмования России в глазах международного сообщества Или может быть нам уже наплевать вообще на это мнение международного сообщества Потому что, собственно, как оно может повлиять на ситуацию на Украине? ООН превратили в цирк Дюсалей Выступающий по видеосвязи в нарушении всех правил организации Зеленский Призывы забрать у России право вето и так далее О заявлениях разных дипломатов с трибуны я вообще промолчу Но вы совершенно правы ООН необходимо, пока не появится альтернатива А альтернатива будет, я уверен И ООН будет альтернатива И ГАГскому международному суду будет альтернатива Ну а ООН, вы заметили, что в последнее время в ООН не принимается никаких важных решений И не подписывается никаких значимых документов Кроме как антироссийских резолюций, не имеющих юридической силы Да, вот и вся ООН Продолжая тему нашего взаимодействия с Западом, с американцами Вот газ за рубли стал очень эффективным Как многие говорят, сейчас инструментом такого тоже встречного давления Угнетающего воздействия Разные есть термины, которые были изобретены политологами, медиаэкспертами самыми разнообразными Что еще могла бы Россия на этом поле предложить? Чем еще, как ты считаешь, мы бы могли серьезно, давай простыми словами скажем, ответно насолить? Газ за рубли это только начало Первые ласточки Зерно за рубли Взаимрасчеты между странами в национальной валюте Все это уже происходит Вообще же, лучший невоенный инструмент угнетающего действия Это адекватное восприятие России всех западных провокаций Это западенцев угнетает и нервирует, как ладан чертей Развитие отношений с Кубой и странами Южной Америки Спокойное и уравновешенное доведение российской позиции по всем вопросам в исполнении российских дипломатов Это действует на европейскую общественность отрезвляющей А, к примеру, на украинских дипломатов, как кол в макушку Когда они в истерике начинают фотографироваться с оттянутым средним пальцем И выкладывать это в социальные сети Отчего даже у европейских дипломатов встают дымом их редкие волосы И все-таки лучшим инструментом угнетающего воздействия я считаю военный В рамках спецоперации, разумеется Подорожание энергоносителей действует на Европу очень даже угнетающе А виды из космоса ночной Украины без света заставляют некоторых из них даже задуматься Если, по заявлениям жены Зеленского, украинцы готовы жить без света и тепла годами То европейцы такой поворот событий у себя не предусматривают, нет Сбежавшие испуганные патриоты, иноагенты, лучшие люди России, светлые лица И другие конченые мр*** Вопрос об этих людях Или не людях Собчак, Макаревич, Пугачева, Галкин Ну и далее по списку Как ты считаешь, они вернутся, не вернутся Либо, может быть, они там, за бугром, строят некий план План Б по созданию новой свободной России России без Путина И в скором времени вернутся триумфально Народ их поддержит и они смогут организовать государственный переворот Что считаешь? Отрабатывают гранты, не более и не менее Вывести на российские улицы не могут уже никого Попытки не прекращаются, кто бы сомневался Но нестериальные наказания за их туманные обещания никто не собирается Иногда особо одаренные либерадрилы из числа не совсем психически здоровых Еще появляются на одиночных пикетах Недавно стайка полузамерзших малолеток митинговала с плакатами за фургала Они давно уже сдались, потому что при первом же дуновении ветра Они как сухие листья, ничуть не сопротивляясь, все как один сбежали из России Даже Леня Гозман, который отважно заявлял, что из России никуда не уедет Что терять ему нечего и бояться тем более Однако уехал тихонечко, без лишних прощаний и воздушных поцелуев А отрабатывать деньги тому же Ходорковскому необходимо Потому что средства уже выделены И мало того, что выделены, они еще и увеличены Средства эти на разгон волны недовольства среди россиян Властью, мобилизацией и всякими социальными проблемами Разгонять уже начали через телеграм-каналы и говорящие головы Такие как Латынина, Невзоров и прочая чепуха Но это ни к чему не приведет Я в этом уверен окончательно и бесповоротно Но это при условии, что внутри самой нашей России Чиновники будут адекватно реагировать на либеральные закидоны Ибо многие из либерадрилов продолжают зарабатывать деньги в России Да, как-то так Ну и значительная часть, кстати, этих людей Которых мы сейчас обсуждали Они же аргументировали свой отъезд В том числе тем, что они испугались Что они так испугались Что, несмотря на то, что они патриоты Они вынуждены были дать по тапкам В сторону верхнего Ларса Скажи, пожалуйста, как ты считаешь Вот этот фактор страха в обществе Общественных страхов, связанных с мобилизацией Связанных с событиями на Украине Может быть, его такое широкое распространение Вызвано какими-то недоработками Со стороны государственного аппарата Части государственного аппарата Медиа структур Или просто это естественное проявление человеческой природы Так давайте обратим внимание на то, кто паниковал и сеял смуту Те, кто уехал в Казахстан Мы об этом уже говорили Украинские телеграм-каналы Тот же Ходорковский Рома Цинбалюк Дима Гордон Фейковые союзы солдатских матерей Какие-то психически нездоровые отдельные элементы Понятно, что войны никто не хочет Но вы послушайте наших мобилизованных из зоны СВО Все как один говорят, что защищать Россию больше некому Только нам самим Идеология Официальной идеологии вроде бы как нет Но наши мужчины И что важно, женщины Практически все общество показало Что идеология в России есть Патриотическая идеология На уровне генной памяти Это же подтверждается и сводками Министерства обороны Которая рассказывает о настоящих подвигах Которые совершают еще вчера обычные парни Никогда не воевавшие Понятно, что общество неоднородно И слышны разные высказывания Но в основном люди понимают, что это необходимо Что спецоперация необходима Ну не будет у России такого соседа Как Украина в ее нынешнем состоянии Не будет, чтобы там не говорили отдельные персонажи Котик Наши руководители И президент И недавно назначенный Ответственный за специальную военную операцию Генерал Суровикин Говорят о том, что мы с украинцами один народ Как ты считаешь Вот это мнение о том, что мы с украинцами один народ Что мы на самом деле семья Как оно вообще может существовать? Может быть, правда, мы одна семья Но просто в семье, не без урода? Так понятно, почему обращается Потому что нам с ними еще жить в недалеком будущем К слову, на Украине достаточное количество людей Одной с нами крови Как говорится, духовно и ментально Дорогой кот Костян Спасибо тебе еще раз огромное Что нашел время И снова пришел к нам в студию Пусть и в таком виртуальном формате Наша аудитория очень тебя любит И в целом мы очень ценим наше дружеское отношение Да и мы тебя любим, что уж скрывать Ну что ж, это была метаметрика с котом Костяном Дмитрий Горченков, Никита Данюк Обязательно подписывайтесь на ресурсы кота Костяна Мы оставим ссылку на его YouTube-канал в описании под роликом Ссылку на его Telegram-канал Уважаемые зрители Обязательно подпишитесь на нас Подпишитесь на метаметрику Поставьте лайки Для того, чтобы наш проект существовал Функционировал, развивался Нам очень нужна ваша поддержка Мы мечтаем набрать 500 тысяч подписчиков к Новому году Очень надеемся, что с вашей помощью Нашу цель мы сможем достигнуть Ну и на колокольчик тоже нажимайте, потому что дурит YouTube Дурит, не видите вы очень часто те новые выпуски, которые мы уже выложили, выкладываем Почему-то YouTube не рекомендует довольно часто новый контент Именно поэтому на YouTube мы выкладываем отредактированную версию, которой не должно быть вопросов у уважаемых модераторов YouTube А для того, чтобы насладиться выпуском с нашим дорогим котом Костяном без цензуры, смс регистрации Обязательно подписывайтесь на наши сторонние ресурсы в Телеге, где мы выложим выпуск А также на YouTube, в Яндекс.Дзен и ВКонтакте Ну что ж, мир меняется, друзья, но мы по-прежнему остаемся собой Победа будет за нами Пока Пока Победа будет за нами Победа будет за нами